В эфире служба новостей Саров 24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Паводок продолжается. Воду в Саровке вновь спустили до критических минимумов. В пасхальные дни милосердия в Сарове проходит благотворительная акция. Далее расскажем обо всем подробно. Паводок продолжается. В борьбе с его последствиями администрация города, как и в прошлом году, вновь опустила уровень воды в Саровке до критических минимумов. И снова этот шаг может привести к обрушению габионов на набережной. От быстрого течения реки пострадал и мост на Музруково. Скоростные водные потоки подтачивают его основание. Апрель 2022. На набережной Саровке нетипично высокие скорости течения привели к размыванию берегов и обрушению габионов. Тогда в компании «Нишновгеопроект» нам пояснили, что ситуация возникла из-за критического уровня спуска воды в реке. Габионы, как и любые другие конструкции, проектируются с учетом эксплуатации, в данном случае гидротехнических объектов, плотины и водохранилища. Состояние, которое сейчас у вас наблюдается, все кадры, которые я видел, говорят о том, что эта ситуация нетипичная для этой реки. Произошел как будто бы аварийный сброс. Или намеренно опустили уровень воды, может быть, за тем, чтобы кто-то решил подстраховать себя в преддверии накопления и пропуска половодия. Компания «Саровинвест» восстановила благоустройство набережной за свой счет в кратчайшие сроки, потратив на работы порядка 10 миллионов рублей. Претензии городским властям для возмещения ущерба подавать не стали. Однако, как нам сообщили в «Саровинвесте», в период подготовки к паводковым мероприятиям в этом году были достигнуты договоренности с Леонидом Бородулиным, заместителем главы города, о том, что в этот раз уровень «Саровки» не будет опущен ниже минимально допустимого конструкции габионов. Однако, в администрации договоренности не выполнили, в результате чего прошлогодняя ситуация повторилась – уровень «Саровки» спустили до критических отметок. Возникли нетипично высокие течения – габионы вновь размывает. Ущерб в этом году составит уже не один десяток миллионов. Александр Белов Александр Белов принимал участие в строительстве набережной в Сарове. Также он главный инженер организации, которая проектировала и ведет авторский надзор за строительством набережной реки Викчинзы в Девееве. По словам Александра Саровка и Викчинза, похоже, по гидрологическим характеристикам у них одинаковые параметры и грунты. Поэтому и решения по укреплению берегов габионами одинаковые. Разные подходы к эксплуатации гидроузла в период подготовки к поводку. Сейчас там осуществляется пропуск в половодье. Так вот, там такой ситуации не наблюдается. Там затворы открыты таким образом, чтобы в пруду Девеевском в Верхнем Ефе уровень воды находился как раз на границе матраса. При этом нижний объект, там он выполнен в виде канала, заполнен тоже не полностью. Идет нормальная работа по сбросу воды. Из-за отсутствия в составе комиссии по чрезвычайным ситуациям специалиста-гидролога администрация Сарова принимает решение, не обращая внимания на показатели эксплуатации габионов и возможные последствия. После подтопления территории хлебозавода был произведен сброс воды, в результате чего затопило садовое общество имени Гагарина. А быстротечные потоки реки разрушают и основание моста на Музруково. Действия Саровской администрации, повторяющиеся из года в год, уже привели к серьезным последствиям, которые угрожают не только благоустройству, но и безопасности горожан, их имуществу и городской инфраструктуре. Саровинвест планирует обратиться в прокуратуру с требованием о проверке действий должностных лиц администрации при принятии решений по спуску воды. Рыболовство в Нижегородской области ограничивается с 1 апреля. Будет разрешена только любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста, количество крючков не более двух. Суточная норма вылова для рыболовов-любителей составляет не более 5 килограммов. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Новый учебник истории для старшеклассников будет готов к 1 сентября. Работа над ним близка к завершению. Как сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов, новый учебник разрабатывают и в части естествознания. По задумке он будет раскрывать в том числе те достижения, которые формируют нашу страну. Мы говорим о многополярности мира, мы говорим о значении суверенной экономики, суверенной культуры, системы образования, выяснил глава Минпросвещения. Жители Нижегородской области приглашают при Синицкой международной акции «Сад памяти». Ее организуют волонтеры Победы Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона. Ежегодно в рамках акции по всей стране и за рубежом весной высаживают 27 миллионов деревьев. В память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. В Нижегородской области она пройдет на 200 локальных площадках. Присоединиться к акции можно на официальном сайте садпамяти2023.рф. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдают на месте посадки. В Нижегородской области снижается число сотрудников, работающих в режиме неполной занятости. Простой чаще всего приходились на предприятия автомобильные и смежные с ней отраслях. Подробнее в докладе специалистов Главного управления Банка России. В прошлом году часть российских компаний перешла на режим неполной занятости. На фоне санкций организации были вынуждены снижать объемы производства, в том числе из-за проблем с поставками импортных запчастей, оборудований и компонентов. Однако к концу 2022 года масштабы неполной занятости уменьшились. В феврале этого года число сотрудников, работающих в режиме неполной занятости, также снижалось. Так, производитель автокомпонентов из Пензенской области смарт отменяет простой для части сотрудников. При этом в некоторых компаниях и отраслях сохранялась нехватка кадров. Для решения данного вопроса предприятия использовали разные способы, не только повышение зарплаты. Например, завод из Нижегородской области стал компенсировать своим сотрудникам затраты на дорогу. Ключевым управлением экономики становится импортозамещение. Правительство Российской Федерации определило ряд приоритетных отраслей, в которых в первую очередь необходимо обеспечить независимость от импорта, судостроения, гражданской авиации, радиоэлектроника. Эти отрасли получили доступ к новым программам, льготного финансирования и иным мерам господдержки. Продолжается благотворительная акция «Пасхальные дни милосердия». Волонтеры собирают пожертвования, на которые закупят подарки для детей-инвалидов и ребят из малообеспеченных семей. Очередной сбор средств пройдет в торговых центрах города 7 и 8 апреля. Подробности далее. Сегодня одно из наиболее актуальных направлений в волонтерстве – поддержка бойцов в зоне СВО. Но, как отмечает руководитель волонтерского центра «Радость моя» Анна Виноградова, малоимущие люди и дети-инвалиды также продолжают нуждаться в помощи. На это и направлена ежегодная акция «Пасхальные дни милосердия», которая проходит с 2011 года перед праздником Светлой Пасхи. В этом году волонтеры по традиции готовят домашние поздравления для ребят с ОВЗ и инвалидностью, а также планируют общее праздничное мероприятие на базе Культурно-просветительского центра Саровского благочиния. Для детей самых маленьких они идут на праздник студии «Родничок», где умеют очень деликатно и тонко общаться именно с детками маленького возраста. Детей постарше, начиная со школьного возраста, мы приглашаем на пасхальный праздник, где будут у нас мастер-классы, концерт и угощения и подарки. В рамках домашних поздравлений волонтеры проводят для ребят мастер-классы и игры. Сбор средств для акции «Пасхальные дни милосердия» еще продолжается. Сейчас деньги нужны для организации массового праздника, а также на закупку подарков для детей и детских домов. Остаток средств, собранных на подарки, мы используем для оказания адресной помощи. Есть семьи, которым эта помощь всегда необходима. Причем есть семьи, которым невозможно даже устроить праздник. То есть состояние здоровья не позволяет этого. Но мы стараемся им помочь. Помочь средствами ухода за ребенком, оплачиваем покупку специального питания. Сбор средств для акции проходит в торговых центрах «Атом», «Куба» и «Плаза». Последние сборы состоятся с 7 и 8 апреля, в пятницу с 17 до 21 часа, в субботу с 12 до 18 часов. Деньги можно перевезти и не выходя из дома с помощью QR-кода, который можно найти в группе волонтерского центра ВКонтакте. Многие детки наши, которые были маленькие, они уже подросли. И кто-то даже сумел поступить в какие-то училища, но у ребят взрослая жизнь. Кто-то просто в силу возраста им эта программа уже неинтересна. Но у нас есть возможность включить в список подопечных новые семьи. Поэтому кому интересно, мы всем рады и всех приглашаем. Также в рамках акции «Пасхальные дни милосердия» по 17 апреля проходит сбор гуманитарной помощи для осужденных из правительных колоний. Требуются гигиенические и канцелярские принадлежности. Справки по телефону 8 906 353 46 37. Светлана Ярунова, Константин Островский, Евгений Ивашенко. Служба новостей Саров, 24. Новость для тех, кто любит поесть вкусно, полезно и недорого, а также провести время с друзьями и близкими в уютном и комфортном пространстве. В Сарове открылось первое молодежное кафе. Островок с современным интерьером, бесплатным Wi-Fi и неповторимой кухней расположился в молодежном центре. Сытные сбалансированные обеды, быстрые перекусы, разнообразные десерты. В кафе «Молодежка» каждый найдет блюдо на свой вкус. Здесь готовят натуральный освежающий лимонад. В ассортименте супы и овощные салаты, а также пирожки и пирожные от полюбившейся горожанам пекарни «Сдобушка». Это уже формат не столовки, а именно вот такого кафе, куда можно заскочить, что-то там перекусить, там выпить морс, коктейль. Сюда зашла я пообедать, взяла вареники с картошкой. Мне очень понравилось. Да, они очень красиво оформлены. Советую зайти сюда. Сочные чизбургеры, пиццы, хрустящие круассаны и нежные блинчики с разными начинками готовят сразу на месте из качественных натуральных ингредиентов. Молодежка заботится о своих гостях, выбирая для них только самые лучшие продукты. Пицца, бургеры, хот-доги, блинчики, пельмешки вареные, варенчики здесь. Вторые блюда – супы, салаты. Это с Добушкина. Привозим. Это ламбара чудесные, ламбара талантливые. Все профессионалы в своем деле работают уже очень давно, готовят очень вкусно. Открытие получилось и ярким, и праздничным. С утра гости уже знакомились с ассортиментом кафе и делились впечатлениями. Пришли с друзьями вкусно покушать, скажем так. Оказалось, тут еще можно поиграть на столке, бесплатный Wi-Fi, очень вкусная еда. Бургеры, пиццы нам все очень понравилось. Сейчас сидим, хорошо проводим время. Пространство для творчества, общения и отдыха. В «Молодежке» есть зона для настольных игр и чтения. В библиотеке, кафе много познавательных и интересных книг. Также здесь свободно можно снимать клипы или тиктоки. Статуэточки, вазочки, все вот это вот настолько мило и атмосферно, и стало уютнее в сравнении с тем, что было, да, как, условно, атмосфера столовой, да. Здесь прям чувствуешь, что можно посидеть, элементарно открыл ноутбук и попечатал книгу, я не знаю, такое хочется понаслаждаться. Вот, и очень понравился уголок с книжками, то есть для человека, который любит всю эту тему, просто пришел, расслабился и кайфуем же. По будням кафе работает с 7.30 до 22 часов, в выходные – с 9 до 21 часа. «Молодежка» – кафе для тебя и твоих друзей. Темные, светлые, чистые, с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». До 1 апреля там проходит медовая феерия. Темный гречишный мед с характерным терпким вкусом. Мягкий и тягучий липовый или кремовый донниковый с нотками ванили. Каждый сорт этого лакомства по-своему уникален. К примеру, мед акации гипоаллергенен его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный улучшают работу желудочно-кишечного тракта. А донниковый благотворно влияет на нервную систему. На медовой феерии представлены и достаточно редкие сорта. Среди них – каштановый мед. Акация выделяет около 800 килограмм с гектара. Нектара она выделяет. Липа – до 1000 килограмм. То есть тонну с гектара она липа выделяет. Гречеха выделяет 500-600 килограмм. Донник – 300-500. Это растение медоноса. Если взять этот каштан, который не иконский каштан, который растет у нас, а именно там в горах, он стручковый, они его называют, то вот он выделяет около 100-150 килограмм с гектарой. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии, один раз горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Здесь предложат вам и продукты пчеловодства – пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она поможет поднять иммунитет и восстановить силы. Тем, кто теряется среди такого широкого ассортимента, Владимир Михайлов предлагает его сначала попробовать. Я им рекомендую взять, попробовать, главное, чтобы мед был зрелый, то есть откачанный вовремя, и попробовать, который по вкусу подходит. Который попробовал человек, ему понравилось, он заулыбался. А попробовал, а он сразу искривился, значит, что это не его мед. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Для сыровчан доступна акция. Три килограмма свежего цветочного меда можно приобрести всего за одну тысячу рублей. Три килограмма цветочно-липового меда за 1200 рублей. Три килограмма гречишного за полторы тысячи, а три килограмма липового стоит всего 1800 рублей. Не пропустите, медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» с 30 марта по 1 апреля. С 10 до 18.00. Нет возможности прийти – доставим. Телефон плюс семь девятьсо двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА